всем привет мы начинаем новое видео сейчас мы стоим возле куста лаванды моя дочка поснимала тут как они пчелу собирать сегодня 22 июня 22 июня на дворе жарко очень жарко больше 25 градусов до 30 и я решил посмотреть взятка почти нет поэтому один куст лаванды здесь растет пчелы бы его облепили и хватает хватает нектары пыльцу все рыбу это он очень пахучий это синяя и белая есть вон белая покажи белая растет его два сорта лаванды это так сказать просто для удовольствия и для красоты посадил я а вообще если большие плантации то они дают нектар хорошим сейчас будем осматривать семью которая нуждается проверки как-то такая семья которая была отрутневшая и я расскажу какой процесс исправления был я не знаю как она исправилась чине но мы сейчас посмотрим и по ходу действия но чтобы посмотреть когда нет взятка обязательно надо одеть костюмчик иначе с вас получится как говорится многие печатают и говорят ну а что-то пчелы злые не дают пройти а я говорю посмотрите внутрь там есть медок будешь злой если кушать нечего поэтому сейчас мы будем проходить на всякий случай мы в отделе костюмчик обычно смотрю без костюмчика но бывают такие что накидывается и приходится срочно накинуть вот так вот накинул на себя и уже голова целая пчелы бьют в основном голову и так идем будем смотреть итак вот мы подошли к семье которая у нас была отрутневшая сейчас мы ее будем смотреть этот отводок мы по весне делали еще от роевой семьи то есть рой отошел остатки семи мы поделили у нас получилось а раз два три три отводка еще с остатков семьи получились а еще два отводка мы продали по дешевке по 50 долларов знакомым в по три рамки расплодом мы продали поэтому мы в этом году не в убытке с одной семьи мы имели 5 отводков и раи хорошо пошли из роя мы сделали еще два отводка с роя сделали в общем мед еще не качали потому что пошли на развитие сейчас я покажу вам какой процесс здесь мы подготовились а и так что здесь у нас мы должны иметь первое смотрите сюда мы должны иметь дымарь потому что обязательно когда дымарь не подготовлены пчелы с вас сделают отбивную котлету ну конечно никто не хочет чтобы его покусали здесь я расскажу что было тут ничего не видно значит я поставил здесь две рам как исправляется трудовая семья почему да 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 вот тут через щелку вылазит значит это да это я временно поставил мы сейчас уберем потому что надо было вот эту поставить значит в чем проблема почему семья становится трудовая некоторые ну матка пропала где дело не только в матке дело и в пчелах матка пропала а пчелы должны выращивать расплод а расплод и у них вырабатывается молочко и они этим молочком начинают кормить друг друга так как у них свойство такое кормить друг друга и когда они кормят друг друга то у них развиваются железы яйценосные яйцеклетки и они могут откладывать так как они не оплодотворены только 24 яичка одна трудовая пчела может откладывать и поэтому когда они откроют трудовые яички то они их пчела коротко она не может достать до дна как длинно и она сбоку ложит эти яички они прилепляются к стенкам и помного ложит потому что ну знаете она не полноценная матка пчела и чтобы эти семьи исправить пчеловоды применяют различные методы я же применяю пробовал разные методы принимаю самый быстрый экономичный и удачный метод как я делаю чтобы исправить трудовую семью я не отношу не высыпаю никуда беру от хорошей семьи две рамочки с расплодом и с маткой почему от хорошей семьи беру потому что хорошей семье матку очень любят пчелы сажаю матку в клеточку и туда пять шесть десять пчелок от хорошей семьи эти две рамки ставлю в трудовую семью освобождаю место убираю две лишних рамки ставлю 2 трудовую семью с расплодом полу раскрыты пчела трудни запечатаны все вместе ставлю рядышком между ними ставлю клеточку и в эту клеточку не имеют права залезть то ли она с сеточкой покупна вот эти трудовые пчелы не залезут туда и не убьют ее а внутренние внутри сидят пять пчелок ее свита которые охраняют и снаружи стоят две рамки с пчелами с расплодом молодые которые не слетят назад другую семью поэтому течение двух дней это пчелы они правильные пчелы если мы так назовем справедливые они так как пчелы быстро разносится запах матки по всему углу потому что они начинают кормить друг друга и в итоге в течение двух дней пчелы поняли что в семье есть матка и они убирают всех трутовок через два дня я открываю клеточку выпускаю матку у меня не было сбоев и проблем сто процентов принимают это так можно подсаживать в любую семью отрутовившую не отрутовившую берете отводочек на две рамки купили покупную матку вы можете туда посадить ее чтобы ее приняли когда они ее приняли через неделю можете и с этим отводочком вместе с двумя рамками подставлять любую семью ту которую вы хотите заменить матку забираете матку через два часа подставляете туда рамочки 2 и с этой же семьи если вы делали отводочек и матку клеточки через два дня выпускаете сто процентов принимают потому что они уже ее любят и так сейчас этой семье я через два дня вытащил это прошло уже дней 5 наверное мне некогда было я быстренько сейчас посмотрим вы так выпустил матку открыл клетку и бросил здесь вот она тут лежит наверху вот клеточка посмотри я ее открыл мне некогда было тут куча пчел было я ее бросил здесь и пчелы выпустили матку она должна бегать я не проверял потому что мне просто некогда было но уже прошло я считаю что они ее приняли потому что очень много пчел сверху было облепила и так как вот эти две рамочки вот я поставил с расплодом именно с пчелами от той же семьи где это находилась матка поэтому они ее выпустили тут пчелы сидят потому что запах был этой самой матки и они любят то место где матка сидела и поэтому они там сидят просто я ее убираю она сейчас не нужна и будем проверять вот все пчелок струсили клеточка пригодится на другой раз сейчас проверим я вот поставил так потому что мне некогда было перевернул теперь мы поправим все сделаем правильно чтоб было вот убираем по виду по виду мы смотрим сейчас пчел очень спокойно сейчас около четырех часов вечера очень спокойно чтобы посмотреть семью и определить вот они даже не кидаются спокойно себя ведут вот мы снимаем очень близко вот проблем нет поэтому сейчас мы проверим вытащим одну рамочку освободим как они приняли как они исправились исправилась ли трутовая семья или нет я думаю что исправилась потому что у меня почти всегда сто процентов исправлялись а так здесь ничего не бачу ничего не вижу будем смотреть дальше ну так они ведутся спокойно потому что эта рамочка была с расплодом поставим отдельно ты смотри здесь ничего нет ничего нет да придется не работает этот метод тут прошли опал я поздно тут не сработал другом методе сработала посмотрим дальше пока здесь ничего нет пока я не вижу мы посмотрим может видя не пойдет ну пока смотрим дальше ничего не вижу яичек нету ничего нету были бы трудно то были бы яички но ничего нету здесь ничего нету вижу томата с нику вон она матка вышла или не грохнули ту матку ну посмотрим далее похвастался что сто процентов а здесь не получилось сто процентов это не совсем хорошо первый раз такое в жизни может она и на низ перешли но тут пока не вижу не вижу не вижу весь расплод вышел нема посмотрим тогда еще другую семью это видео возможно не пойдет ну да пролетели сейчас посмотрим далее ничего не вижу совершенно ничего не вижу семья спокойно себя ведет она должна была класть матка была плотно мы посмотрим на нижний этаж может на нижнем этаже что-то я тут не пойму ничего пролетали там я ставил вообще без клеточки он принялась хорошо сейчас мы перейдем на другую семью а снизу точно нету отойди в сторонку снизу вряд ли там будет поставить это назад да 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 я знаю я вам туда поставлю вряд ли будет очень не такие спокойные тогда без понятия вышла матка молодая вот я достал возможно здесь вышла матка молодая вот почему они такие спокойные и поэтому они матку грохнули в смысле мою матку могли грохнуть потому что вот он маточник да конечно вот матка молодая мою грохнули значит почему так получилось а я скажу вот маточник вот он вот он лишь маточник вот они она побежала на ту сторону вот она вот здесь бегает вот она она еще не не летела она еще не облетывалась ставим ее на место вот значит что произошло с этой семьей я поставил по видимому рамку с маточником когда поставил рамку с маточником не досмотрел то они убрали ту матку которая была старая и позволили выйти новой матки поэтому произошла такая проблема это первый раз у меня и досмотр ну на ошибках учатся итак друзья продвигаемся дальше ставим на место здесь вышла молодая матка это значит хорошо все будет у них ну проблем нету семья спокойно значит значит ты маточник поставил да маточник не досмотрел поставил вместе с маткой пчелы сделали выбор и так как был маточник это они посчитали лучше сделать матку чем возюкаться со старой итак друзья переходим дальше такой процесс произошел у нас так закрываем эту семью смотрим другую семью я точно так же ставил там я кажется проверял и там должно работать все у всех бывают осечки и у меня произошла осечка в данный момент по той причине что не досмотрел поставил рамку с маточником и и матку дал еще вдобавок то пчелы сделали выбор и так когда вставите эти две рамочки всегда смотрите чтоб не было маточников и открытый расплод и и чтобы матка была одна без маточников данный момент что вы сделали выбор и молодая молодая матка вышла такие случаи бывают поэтому я все эксклюзы то есть все проблемы все ситуации сюрпризы которые происходят в пчеловодстве надо всегда выставлять некоторые выставляют только знаете хорошая ну хорошая все смотрят говорят о прекрасно а плохое получается в жизни и потом задают комментариях вопросы а почему у меня так получилось ну тут то я уже должен отвечать почему у вас получилось потому что я свой опыт имел негативный и поэтому у меня тоже вот так получилось что вышла молодая матка потому что был маточник не досмотрел не нельзя ставить с маточником или ты ставишь с маточником без матки или ставишь матку без маточников вот такой процесс должен свою матку добавлять что просто лучше развивается семья семья потому что начинает сеять сразу да 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 лучше матку добавлять да лучше матку добавлять но в данном случае пчелы сделали выбор потому что они уже длительное время были отрутневшие и они уже поняли что им только надо вывести матку у них такой процесс заложен в голове и они не представляют что пчеловод им принесет матку и подставит и поэтому они сделали такой выбор итак друзья переходим дальше смотрим еще один случай трудовой семьи здесь я поставил две рамочки и матку поставил без клеточки тоже была трудовая семья сейчас проверим как этот процесс сработал вот открываем смотрим спокойные смотрятся вот убираем верхние не знаю почему но в данный момент они все смотрятся спокойные вот спокойно снимаем ни одна не кидается мне даже не приходится это самое ну немножко я их подправлю взятка нету это это так сказать верхний корпус у меня стоит для того чтобы сохранить рамки и на всякий случай если что чтобы моль не побила их то есть запасные соты стоят таким образом я храню на верхнем корпусе видите он легкий вот я его просто снимаю пчелы гоняют мой поедают яйца и имеется успех и так вот это вот отводочек был тоже вот он занимает приблизительно 5 рамок остальные пчелы разлезлись сейчас проверим что они тут сделали они устроили то есть как говорится приняли матку или не приняли матку сейчас я отодвину и проверю выберем одну рамочку чтобы можно было проверить эта рамочка прошлогодняя 19 видите написано но на немножко да вот немножко напрыска сверху есть и подготовлена под засел то значит это семья работает вот а временно мы отставим ее сюда и посмотрим как этот отводочек пошел работать вот так вот смотрим это была трудовая семья вот на медок есть с этой стороны и с этой стороны медок прошлогодняя с той стороны напрыск так хорошо передвигаемся дальше пожалуйста посмотрите засев прекрасный приняли матку я вижу но нам не долго мариновала видите даже открытой черва открыта личинки все все есть вот тут запасная база маточник по центру стоит но они его просто сделали потому что место позволяет здесь сделать так хороший сплошной расплод я не вижу проблем вот и с этой стороны хорошие правда есть немножко это самое вот не до запечатанных но это еще не до запечатанных под вопросом что это такое ну возможно даже клеща немного есть потому что клещ всегда есть итак эта семья исправилась сто процентов хорошо я поставил сюда даже без клеточки обычно я практиковал без клеточки здесь а вот и еще раз плот не сильно смысле хорошие возможно что это были плохие ячейки о них не дали возможности засеять матки не подготовили смотрим засев есть все нормально где же матка смотрим где же матка вот она по центру сверху под планкой посередине видишь вот она вот она матку приняли спокойно хорошо никаких проблем значит эта семья вот две рамки уже имеют засела исправилась а раз исправилась то мы можем ее уже дальше манипулировать ей как хотим вот это тоже с расплодом неплохо засеяна они постарались а вот на всю катушку рамка идет это такой сухой это пыльца это вот молодая пчелка по центру вышла вот она белая белая вишла не белая те вот она прям по центру лишь да 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 они только вышли и вот здесь тоже прекрасно рамочка хорошо засеяна очень в общем челка матка сеет хорошо приняли ее хорошо трудовая была семья я с ней мучился мучился но решил все таки дать им это сам почему проблема была потому что у меня не было в тот момент маток и семьи развивались и я подставлял расплод но толку мало было смысле просто сохранял семью в данный момент вот видите это рамка тоже прекрасно засеяна считаю очень хорошо и даже это самое очень хорошо общем эти две рамочки прекрасно засеяна одна рамочка просто пчелы не подготовили и она видать поганенькая надо дать другую в общем четыре рамочки расплода закрытого это уже прошло приблизительно попал больше чем неделя как говорится потому что роб расплод закрытый вот и запечатывать через девять дней на на две недели уже прошло итак уважаемые что хочу сказать этот метод работает но может быть осечка как всегда пчеловодстве есть осечки прекрасная я и на другом тачке заменил в семье тоже так матку вот и почти заменяется только чтоб не было семья в райвом состоянии и вы поставили туда еще матку и они с маточником они могут ее просто-напросто убрать или матка была на замену и пчелы сделали маточник и вы поставили то есть у них уже был настрой в той семье заменить эту матку такой случай у меня произошел первый раз с одной семьей где я заменял это у меня вот спокойно срабатывает даже без клеточки поставил две рамки и матка между ними посередочке пускаю и закрываю и все и и голова не болит в другой семье оставил с клеточкой тоже через два дня выпустил проверил 5 рамок засева прекрасно через неделю проверил прекрасно принимает хорошо итак есть еще вопросы пожалуйста задавайте вопросы постараемся ответить потому что это самый простой метод берете две рамки с любой хорошей сильной семьи да я еще не досказал мысль почему надо брать две рамки с хорошей сильной семьи сейчас июнь допустим или в любое время сильная семья всегда она потерял матку она имеет большое количество пчел она за этот промежуток пока выведется матка вы ничего не теряете большой сильной семье они экономят нектар на том чтобы выращивать расплод плюс вы еще две рамки расплода забрали и полу раскрытого им не надо эти две рамки выращивать нектар поступает даже при медленном взятки в июне когда медленный взяток я обычно ограничиваю маток да и пчелы ограничивать чтобы они не сеяли чтобы мед весь не ушел нормальные семьи ограничивает маток чтобы сэкономить мед ненормальные семьи просто позволяют матки сеять и в итоге семья имеет много пчел но ни одного меда ни одной рамки меда не имеет поэтому если у вас есть вопросы пожалуйста задавайте что ты имеешь ввиду это тоже помогает когда ты забираешь матку это помогает клещу да это вообще правильный вопрос если мы забрали матку расплод прекращает развиваться и в течение месяца клещу тоже прекращается процесс развития летные пчелы имеют возможность всегда струсить клеща когда они вылетают поэтому в основном масса пчел становится летная и таким образом вы можете так сказать сэкономить мед принести рационально ваша семья сильная принесет мед поэтому никогда не бойтесь брать от сильной семьи я никогда не боюсь и вторая ситуация вы исправите ваш отводок он тоже вырастет а в сильной семье всегда гарантия сто процентов пчелы даже вам не надо покупать матку выведут свою свящевую матку и тоже сильную потому что в сильной семье большой выбор яиц расплода и они естественно много молодой пчелы и они заинтересованы иметь качественную матку поэтому клещ клещ уходит потому что он в основном в расплоде 90 процентов клеща в расплоде и поэтому весь расплод вышел пчелы облетались и ему нет возможности развиваться дальше клещу в этой семье и таким образом вы даже можете в конце потравить клеща любым методом когда выйдет молодая матка еще и она не сеет маточку отдельно а пчел всех можно травить любым способом хоть температурным хоть химическим как ему душа желает у вас каким способом вы знаете как говорится хоть дымом вот то есть вы можете таким образом избавиться от клеща с приобрести мед ничего не потеряете это очень полезный метод и очень быстро две рамки расплода и матку в клеточку посадили все не надо не струсивать ничего не вырезать этого самого и тут горбатый расплод пчелы все почистят тут был тоже горбатый не все почистили мы не видим ни одного горбатого трутня тут как говорится поэтому в главную мысль еще хочу сказать если вы услышали но на практике не провели этот метод то вы у вас этот метод работать не будет что значит на практике если вы хотите куда-то подставить возьмите не побойтесь от большой семьи подставьте потому что взятка нету ваша большая семья только съедает мед если вы забрали от большой семьи сделали отводок вы увеличили пасеку во время когда слабенький слабенький взяток и как говорится и пасека у вас растет и мед принес многие пчеловоды могут делать мед а многие пчеловоды говорят а пусть носят как хотят и в итоге ничего не получается одна пчела и говорят что ты за пчеловод только кормишь кормишь а меда нету поэтому мед надо уметь брать и во время сильного взятка и во время когда мало взятка берете просто матку и делаете отводок и все или подставляете для исправления другой семьи вот допустим трутовая у вас семья там или семья плохая туда можно матку или матку просто в клеточку посадите если вы не хотите делать отводки матку ограничили в яйцекладке дней 10-15 она посидела в клеточке если если пчелы посчитали нужным они могут заложить новый маточник но бывает закладывает бывает не закладывает но пока она просидела в клеточке 15 дней за 15-20 дней семья может принести много меда ну ну по 45 рамок это уже вполне достаточно вам на зимовку и так много не расскажешь в одном видео задавайте вопросы комментариях постараюсь тщательно обдумать и ответить правильно этот вопрос до встречи удачи вам всем пчеловодстве и хороших медосборов во время любое время и когда взяток и когда нет взятка ну чтобы у вас было все хорошо до свидания